Добрый день, дамы и господа! Мы продолжаем цикл передач, посвященных лучшим боям Майка Тайсона. В эфире с вами, как всегда в таких случаях, наш замечательный тяжеловес Игорь Высоцкий. Здравствуйте. И куда менее замечательный обозреватель газеты Спортэкспресс Александр Беренький. Это соперник Тайсона Тони Таккер. Мы сегодня с вами увидим бой, который состоялся 1 августа 1987 года. Эпохальный бой. Дело в том, что в нем определялся абсолютный чемпион мира на тот момент. То есть чемпион мира по всем трем версиям WBC, WBA и IBF. Титулами WBC и WBA владел Тайсон. А титул IBF принадлежал Тони Таккеру, который Вы только что видели на Ваших экранах. В общем-то шумихи вокруг этого боя было много, потому что это был последний бой в целой серии поединков, которые организовал прежде всего Дон Кинг. Серии поединков, которые наметили еще в 1986 году, летом, начале осени, с целью определения единого абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Тони Таккер очень высокий парень. 196 сантиметров рост у него. А вес с Тайсоном у них был совершенно одинаковый. В общем, 100 килограммов там. Парой сотен граммов. Тайкер считался хорошим боксером. Он и был хорошим боксером. Вы это сегодня увидите. На момент... К моменту встречи с Тайсоном он одержал 35 побед. Ничего, кроме них, у него послуженности вести не было. А Тайсон на тот момент одержал 30 побед. Смотрите внимательно. Первый раунд будет интересным. Игорь, тебе слово. Там пропустил удар сейчас Тайсон. Левый апперкот. Он несколько ударов пропустил сейчас в первый момент. Но, видишь, шагать началось все так хуже. Без всякой разведки, без всего. Тайсон сразу пошел вперед. И вот он своей манерой сразу, видишь, опять же старается сломать. Ну, сейчас это не так легко. А сейчас справа попал, а снизу. Справа и снизу, да, в область груди попал. Но мне кажется, первый удар был очень сильным. По-моему, мы его в посторе увидим. Быстро бьет Такер. Ну, вот, знаешь, я вот невольно сравниваю Такера с Леноксон Бьюисом. Да-да, что-то... Ленокс Люк стал помощнее. Вот, гораздо мощнее. Я это и хочу сказать, что он гораздо мощнее. Он пошире в плечах, и руки у него такие... Будь здоров, да. Ну, он намного тяжелее. Килограммов 113 весен. Оптимальный вес у него был. Сейчас попал, после, по печени Тайсон. Он, наверное, не сказал, по печени, но по локту. Думал, по локту, да? Да. Мне показалось, что-то... Он, наверное, в тебе виднее. Ну, вот видно, что здесь Тайсон в этом бою. Он, как там... Если в предыдущих боях, он, ну, в предыдущем бою с этим, со Смитом, он был такой веловатый, все-таки. То есть он дал. Недостаточно вырабатывал все свои удары, но не до конца. То здесь видно, что он взрывается очень хорошо. Он пробивает свои удары. Да, да. Резкость хорошая. Но, кстати, после... Мы тут волей-неволей нарушаем хронологию по техническим причинам. После Смита Тайсон дрался с Пинклоном Томасом. Мы видели этот бой, когда он в шестом раунде нафаутировал. Вот. Опять. И зацепил. И только после этого с такером. Вот этот бой. Попал, попал. И справа, и снизу. Снизу, да. Волоси головой попал. Или, как он говорит, челюсть. Да. Да, такой хороший такер. И ответить может, и следить может. Да, и опять попал справа. И ответить, и следить. Он еще молодец такой. Так он разлился. Да. Да. Хороший первый раунд, да? Да, очень хороший. Очень увлекательный, очень интересный. Я надеюсь, нам покажет в повторе этот вот апперкот. 19 ударов нанес Тайсон, это статистика. 43 попытался, и 19 дошли до цели. Да, вот этот левый апперкот. Вот снизу. Да, да, да. А дело в том, что нам сейчас показывают с другой камеры. А когда нам показывали вот в ходе боя, он почти не заметен был этот удар. И я его, наверное, увидел, и только потому, что я больше не хорошо знаю и смотрел. Отсматривал именно этот эпизод. И там вот я слышал, как Вэри Мерчингт, комментатор HBO, сказал, что первый раз мы видели, чтобы Тайсону болтанули. И действительно так и есть. Я его вижу, значит, когда говорил, что на дистанции с ним тоже с Тайсоном можно работать, так и работает сейчас на дистанции. И он не дает ему, Тайсону, подойти. Он проливает и прямые, и боковые удары. Но вот когда, как только он прекращает это делать, сразу Тайсон врывается. Да, но вот сейчас Тайсон ворвался, и Тайкер все-таки справа пробил. Не, ну это неестественно. Он же должен предохранить их себя от возможности, чтобы Тайсон ударил, на нет ударов. Последний решающий, так сказать. Да, а знаешь, почему вот мне еще кажется, что поклонники Тайсона... Ну, впрочем, я сам поклонник Тайсона, но не такой, скажем, оголтелый. И вот предпочитают не вспоминать эти бои, именно потому, что ты сказал. Тайсон у них кумир, и... Они не любят те бои, где видно, что с ним можно бороться. И можно, в общем, как любого. Нет непобедимого. Стоимость оказывает сопротивление. Да, можно оказывать сопротивление. Даже можно живым остаться, и... Да, в этом эпизоде справа попал Тайсон. Вот опять Тайсон. И как логу из печени. Прошу на руку свою. Ведь... Опять возраст. Да. Так и отключает его. Он не... И Тайсон теряется. Он как получает удар, он как-то так... Растерянно. Да. Не может понять, что происходит. Ну, правильно, потому что в тренировочном ладере с парнем партнера его боялись. Да. Соперники тоже в большинстве... Опа, опять Соперкор. И придержал еще вот за голову. Да, да, да. И натянул на нее, да. Ну, я даже показал. Придержит. Да, Сокер молодец. Он свою линию держит. Смотри, вот по корпусу, вот левый по печени все время старается. А я попал в левую сбоку. Попал, попал. Так, скрой спад, ну попал. Не, хорошо вот так, как вы, и реакция у него хорошая. Да. И оказывает хорошее сопротивление. Вполне пристойно выглядит. Такер, по-моему, в хорошей форме и физической, и психологической. Да, он такой, и двигается, думает на ринге. Ищет, ищет возможность, как там, нанести урон Стайсону. Одно дело, что он не хватает у него, может, такой массы, чтобы сломать дух. Такого, наверное, я даже сказал, дух-то у него есть, а вот масса... Физически, подломить, да. Сломать его. Смотри, какой залп забитый. Битком, да. Да, я в двух словах расскажу немножко еще о том, как Такер стал чемпионом мира. Дело в том, что он стал при довольно необычных обстоятельствах. Чемпионом мира по версии IBF был Майкл Спинкс. Продолжение следует...